Здравствуйте дорогие друзья! Вы на видеоканале Цейхгаус, канале для любителей военной истории. Если вам понравился ролик, не забудьте поставить лайк и подписаться. Приятного просмотра! Этот комфортабельный и вместительный 5-метровый автомобиль был самым главным в довоенной табеле о рангах немецкой фирмы и полностью соответствовал данному ему имени. Стоил он дорого. Седан 6500, кабриолет 7000 Рейхсмарок. За эти деньги можно было бы купить два выпускавшихся параллельно с этой моделью среднеразмерных Опель Капитан. Это был первый опыт компании в постройке автомобиля высшего класса. До этого Адам Опель АГ специализировалась на моделях среднего и малого классов. Машина отличалась большой 3-метровой колесной базой и соответственно просторным салоном, в котором могли разместиться 6 человек. Опель Адмирал легко было узнать по большой вертикальной облицовке радиатора с продольными хромированными ребрами, эллипсоидным вытянутым по вертикальной оси фаром, объемным крыльем, маловместительному, но изящному багажнику. Передние двери открывались по ходу движения, задние против. Приводился в движение Адмирал довольно мощный по тем временам рядной шестеркой. Ее 75 лошадиных сил хватало, чтобы разогнать полуторатонный автомобиль до 132 км в час. Больше всего было выпущено Опель Адмирал с кузовом четырехдверный седан, около трех с половиной тысячи экземпляров и четырехдверный кабриолет. Двухдверные кабриолеты строились на заказ специализированными фирмами, например, Хебмюллер. Эта фирма построила на шасси Опель Адмирал и редкий ныне пульман-лимузин с перегородкой, отделяющей водителя от пассажиров. Известны также четырехдверные кабрио-седаны Опель Адмирал. Всего с 1937 по 1939 год было выпущено 6404 экземпляра Опель Адмирал. На базе Опель Адмирала монтировали открытые кузова разведывательных и штабных кубельвагеров, полевые радиостанции, осветительные прожектора, походные мастерские, саперное оборудование, звуковещательные станции, передвижные сирены воздушной тревоги. Выпускались санитарные машины для доставки до пяти раненых на носилках. Продолжение следует...